Утром 1 мая тысячи трудящихся городов в празднично украшенных колоннах пришли к площади революции. Так в газете «Вечерний Челябинск» описывается первомайское шествие, которое состоялось в 1970 году. Люди шли по главной улице города, неся портреты Ленина, Маркса и Энгельса, каждый в своей колонне, от завода, фабрики, школы или института. Это был не просто день с праздничным шествием. Народные гуляния несли в себе идеологию любви к партии, к власти. Все очень торжественно, вот понимаете, ну вот такой был стиль. Все это было, так писалось, так говорилось. И скажу откровенно, что в большинстве случаев так и думалось с людьми. Вот такие мы были тогда, другие. История первомайских шествий берет свое начало в конце 19 века, когда рабочие боролись за свои права. В советское время Первомай стал одним из самых важных праздников и получил статус государственного. С его помощью власти страны даже пытались отвлекать внимание людей от главного православного праздника. Так, 85 лет назад, как раз в год образования Челябинской области, Пасха выпала на 1 мая. Челябинские обкомы, партии, вообще большевики, они боялись каких-то религиозных выступлений. И было приказано всем на места усилить антирелигиозную пропаганду. И даже должны были все инструкторы с мест отчитываться со всей областью, не было ли пасхальных настроений. Поздравить коллег и друзей с праздником считалось обязательным. Причем можно было это сделать не только лично, но и по почте. Родным и друзьям отправляли открытки, в которых желали счастья и здоровья, и непременно успехов в труде. Нашли мы и вот такую очень символичную для сегодняшнего дня открытку. Я зачитаю. Дорогой Иван Алексеевич, прошу принять весенний привет, хотя идет снег и вокруг белым-бело. Датирована открытка 26 апреля 1964 года, так что 55 лет назад погода приготовила для Южного Урала тоже не самый приятный подарок. Не радовала погода и в тот год, когда было сделано это фото, вспоминает члябинский фотограф Павел Большаков. На фото он сам, как обычно, за работой. Шутит. Первомайские шествия он видел через объектив фотокамеры. Но будучи школьником, в праздничной колонне он проходил каждый год. Нам за месяц до 1 мая приказывали поставить дома бутылочку, вазочку, веточки тополя, чтобы к 1 мая распустились. Потом мы делали бумажные белые цветочки и проволочкой прикручивали на эти веточки. Издалека казалось, что мы идем с цветущими яблонями. Еще одна традиция 1 мая – концерты. Их проводили обычно в клубах или школах. Люди выходили на трибуны с поздравлениями, а школьники читали стихи про труд и май. Дина Абрамовна в молодости работала учителем и разучивала со школьниками отрывки из произведений поэтов того времени. Особенно любили Маяковского. Дяденька, что вы делаете тут? Столько больших детей, что социализм, свободный труд, свободно собравшихся людей. Женщина вспоминает, что школьники в то время сами проявляли инициативу, и их не надо было заставлять готовиться к празднику. Они рисовали транспаранты, репетировали шествия по главной площади города и выходили на субботники. Для нас не было вопроса, надо идти, зачем мы идем туда, что мы там забыли. Мы должны были выполнить задание, которое нам поручили. Причем сами дети, невозможно было, чтобы дети не участвовали в этом. Они хотели участвовать, они рвались. Большинство традиций Первомая сохранились и сегодня. Также в конце апреля проводят субботники. Также рабочие выходят на демонстрации и митинги. И завтра челябинцы вновь соберутся на улице Кирова. Даже если погода будет вовсе не майской.